Да, поехали. Меня зовут Наталья. Я представляю информационный проект для семей, которые воспитывают мальчиков с мышечной дистрофией Дюшена. Про заболевание мы рассказывали вчера, поэтому сегодня мы о нем не будем. В чем проблема, которой мы посвятили этот проект? Проблема в том, что родители, которые только узнали о диагнозе, сталкиваются с отсутствием информации о том, что делать дальше с заболеванием. И таким образом они теряют драгоценное время, которое могли бы уже потратить на реабилитацию. Им очень важно, родителям, начать делать такие шаги, которые сейчас являются единственными в отсутствии лекарства от заболевания, которые способны продлить жизнь пациентам, мальчикам, в среднем на 10 лет. У нас в России она сейчас составляет 18 лет возраста, длительность жизни, продолжительность жизни. Если родители своевременно обратятся к врачам, которые назначат поддерживающие препараты, начнут делать физическую реабилитацию, это растяжки, и будут знать о противопоказаниях, которые нельзя ни в коем случае, в частности, кое-какие лекарства для этих мальчиков противопоказаны. Если они будут об этом во всем знать, если они сразу попадут на сайт и узнают всю эту информацию, они начнут сразу действовать. Это наша цель, рассказать им об этом сразу. Потому что сейчас, добавлю от себя, в поиске, в каких-то поисковых, пока загружается лонгрид, расскажу, при поиске информации о миопатии Дюшена находятся только какие-то форумы, где родители обмениваются народными средствами лечения. И на поиске волшебники, остеопаты и прочих, которые совершенно нам не помогают, и на поиске лечения и контактов врачей, которых два, уходят годы. За хакатон мы успели сделать такой лонгрид. Нам помогала Маша, 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 большое спасибо. Нам помогал Денис. И нам помогала девочка Света, наша новая знакомая, которая нарисовала для нас мальчика с красным шаром. Совершенно неожиданно для нас. У нас за хакатон поменялось название проекта. Мы назвали его Red Balloons, потому что красный воздушный шар – это символ кампании, которая проводится каждый год 7 сентября и повышает информированность о миопатии Дюшена. Вот такой лонгрид, в котором, в принципе, все шаги, которые мы рассказывали, в нем описаны. Теперь обратно. А что осталось еще у нас в презентации? Суппорт нам нужен постоянным. Да, целевая аудитория, собственно говоря, это семьи, которые только столкнулись с диагнозом. Да, мы это подчеркиваем, потому что потом уже дальше идет понакатанное. Уже есть контакт с врачами, родители учатся, что делать. Но просто поскольку мы сами находились в такой ситуации 2 года назад, мы очень много времени потеряли, чтобы понять, что как и к чему. Но у нас хотя бы была возможность читать англоязычные сайты и оттуда черпать информацию. У кого ее нет, тот в проигрыше. Как мы будем оценивать влияние? Вот говорят, что влияние – это котики. Ну, собственно, мы будем отслеживать обратную связь. Мы будем на сайте, в который, мы надеемся, в дальнейшем перейдет наш лонгрид. Мы будем публиковать какие-то положительные истории о семьях, которые не замкнулись в проблеме, потому что это тоже одна из наших целей, чтобы не складывать руки на груди, а, в общем-то, продолжать жить и вести активный образ жизни по возможностям. Вот мы, да, то, что мы реализовали. Какая нам нужна поддержка? Нам нужно, важно, чтобы наш сайт, наш лонгрид, чтобы он находился. Это, наверное, самая главная цель. Нам нужны иллюстративные материалы. Нам нужна будет помощь в переводах, но, наверное, это в последнюю очередь. И, собственно, в дальнейшем мы планируем этот лонгрид присоединить к блогу, который также будем вести. Блог о нашей семье и о нашей жизни, и через нашу историю планируем тоже таким образом привлекать внимание общественности к проблеме. Большое спасибо. Да, если кто-то... Спасибо. Спасибо.